Валлахи, братья, мы должны проснуться. Решение всех ваших проблем – наша религия. Вот смотрите, иной раз люди ждут чего-то особенного. Нет другого ответа, брат. Аллах говорит, Сегодня ваша религия доведена до совершенства, завершена. Любая проблема, любое испытание, любые невзгоды, любые трудности, с которыми ты сталкиваешься в жизни, ты найдешь полный ответ в религии Аллаха и в соне посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям. Хочешь ответов? Обратись к религии Аллаха. Я оставил вас на ясном пути, пророк Аллаха сказал. Я оставил вас на ясном пути. Его ночь подобна его дню. На ясном пути я вас оставил. Все эти сомнения путанятся из-за упущений в нашей жизни. Упущения в наших жизнях. Во что сегодня превратилась сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям? Кто мне скажет? Сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям. Каково наше текущее современное понимание сунны? Когда я говорю тебе, брат, это сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, как мы это мысленно автоматически воспринимаем? Мне нужен кто-нибудь достаточно честный, чтобы это сказать. Вот сегодня в нашу повседневную речь уже плотно вошли слова. О, брат, сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, это лучший путь. Кто-нибудь не согласен с этим? Что сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, лучшее. А сказать тебе, сколько отравы в этих словах. Когда ты говоришь, что сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, лучшее, что ты мне по сути говоришь? То, что вариантов много, но его путь – это лучший путь. Нет, мой брат. Сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейхи васалям, это единственный путь, вариантов нет. Я спросил однажды одного из шейхов, какая разница между нами и сахабами? Знаете, что он сказал? На этом закончу. Он сказал, разница между нами и сахабами в том, мы оставляем каждую сунну посланника Аллаха, потому что это лишь сунна. А они соблюдали каждую его сунну, потому что это была его сунна. Они соблюдали каждую! Вот есть же эта тема, сунной и фардом. Среди сахабов такого не было. Это пришло позже, когда пришли факихи, начали систематизировать фикх, ввели разграничения. Валлахи, тогда вопрос стоял так. Что читать сначала? Когда рассвело, что сначала читать, фард, фаджра или сунну? Вот в таких случаях вставали такие вопросы. То есть ученым пришлось разграничить фард и сунну. Лишь для того, чтобы расставить приоритеты. Но это не подразумевает! Это не значит, что нужно говорить, что это на выбор, можешь читать, можешь не читать, что у тебя есть роскошь выбрать, читать или нет. А сегодня у нас с вами какое понимание? Фард означает, что я, к сожалению, обязан. А сунна это на выбор, можешь делать, можешь не делать. И если делаешь, то, машала, ты хороший мальчик. Нет. Хотите счастья и успеха? Хотите изменений? Тогда поймите, что это не придет, пока вы полностью не внедрите в жизнь сунну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи васалям. Субтитры создавал DimaTorzok